Китаб Подсчитали каждую вещь письмом Подсчитыванием В этом случае Китаб усиливает смысл глагола Ахса Подсчитали подсчитыванием Значит Китаб это мафулен мутлихун Мансубан бельфиали поставлен глаголом состояние аннасп Алямут аннасп и признаком состояния аннасп в этом имени является Альфатхатаззахирату явная фатха над его окончанием Также слово Китаб может являться хал обстоятельством образа действия И в этом случае слово Китаб будет в значении Мактубан То есть мы подсчитали каждую вещь будучи подсчитанной В остальном Ираб будет тем же Перейдем к разбору следующего 30 айта Вкушайте же мы не прибавим вам кроме мучения То есть ничего кроме мучения То есть это харф объясняющий указывающий на причину То есть они не надеялись на расчет и считали ложью наши знамения И поэтому им будет сказано вкусите же Альфав это харф мабниу аля фатхану Зуку это фиалу амрин Приказная или скажем повелительная форма глагола Мабниун с неизменяемым окончанием В самом начале мы сказали, что глагол повеления, который образуется без частицы повеления лам А также глагол прощадчивого времени Оба эти вида глагола относятся к словам с неизменяемым окончанием И здесь следует отметить, что глагол повеления Образованный без помощи повелительной частицы лам И является с неизменяемым окончанием И окончанием у него будет то же самое, что и у глагола Настоящее будущее времени в состоянии альджизм От которого он образован То есть то, что в глаголе настоящее будущее времени поставлено в состояние альджизм То есть в усеченном состоянии То же самое будет признаком неизменяемости окончания этого глагола повеления И здесь про глагол Зуку мы скажем, что это слово с неизменяемым окончанием Признаком чего является удаление буквы нун Поэтому мы и говорим Мабниун аля хазафин нуни С неизменяемым окончанием, чьим признаком является удаление буквы нун Так как этот глагол «зуку» произведен или, скажем, образован от глагола «тазукуна» «вы вкусите», который является глаголом настоящего будущего времени. И если у глагола «тазукуна», будучи в состоянии «альджезм», то есть в усеченном состоянии, признаком «альджезм» будет удаление буквы «нун», например, «лемтазуку», так как этот глагол относится к тем пяти форм, о которых мы подробно говорили, значит, это же самое, то есть удаление буквы «нун» будет признаком неизменяемости и в глаголе «зуку», так как «зуку» образован от «тазукуна». Таким образом, мы видим, как окончание глагола «настоящее будущего времени» «лемтазуку» в состоянии «альджезм», то есть в усеченном состоянии, и глагола повеления «зуку» одинаковые. Просто в случае с «лемтазуку» удаление «нуна» называется и арабом, изменением окончания, является признаком усеченного состояния «альджезм», а в случае с «зуку» – это «альбина» – неизменяемость окончания, а так, на вид, это одно и то же. Дальше. «Зуку» – «альвау» – это «дамирун муттасуну» – слитное местомение, мабниу аля сукуни, с неизменяемым окончанием, сукуном на конце, фи махалли раф'ин, на месте подъезжая ар-раф'а. «Фаалун» является фаалем, действующим лицом этого глагола. «Валь алифу» – «зуку» – «алиф» на конце, это «алиф» – различие, алифун фаархутун или алифун литтафрик. «Зуку» – «вкусите». «Вкусите» – что? Как мы видим, этот глагол «мутааддин» – переходный, но его «маф'уль бихи» – прямое дополнение здесь не упомянуто, не приводится. Это объясняется тем, что сразу после этого глагола упоминается то, что указывает на «маф'уль бихи» – на прямое дополнение этого глагола. «Фа звуку фаленназидакум илля азаба» – это слово «азабан». В конце мы говорим, что глагол «зуку» с его фаалем – это «джумлятин фаалитин» – глагольное предложение, «истинафиятин» – возобновляемое предложение, новое предложение. «Ла махалля хаминал-иараби» – не имеет места в падеже. Есть уже и другой вариант «иараба», более сложен, но ограничимся этим вариантом. Бенда» суравлено. «Альхамдиллых раббиляламин»,